Вот такая техника у нас в хозяйстве нашем. Называется этот мотобуксировщик лидер 315 3Т Вот такая вот штука. Вот надпись лидер 3Т15. Что значит лидер? Это название его лидер. 3Т это модель. 3Т это значит 3 тележки. И 15Т это мощность двигателя 15 лошадиных сил. 3Тележки значит, что у него 3 тележки опорных катков. То есть получается на тележке 4 катка. С одной стороны 2 и с другой стороны 2. То есть по паре. Это означает, что у него больше площадь опоры у гусениц. То есть это намного надежнее чем 2. Соответственно нет никаких склизов. Система Бурановская. Производят его в Ижевске на заводе Иштехмаш. Двигатель. Сейчас я открою крышку и покажу вам двигатель. Это мне займет немного времени. Открывается таким образом. Отсоединяется одна резинка. Отсоединяется вторая резинка. Поднимается крышка. Двигатель. Lefan 190 FD. Lefan 15 сильный. Двигатель. Что у него в этом двигателе. Интересно. Есть катушка. Стартер. Электростартер. Соответственно в комплекте в заводской комплектации не идет аккумулятор. Аккумулятор покупается отдельно. Лучше всего ставить 9 амперный аккумулятор. 12 вольтовый. Обычный мотоциклетный. Площадь посадки 14 на 8. 140 на 80 миллиметров. Высота без разницы в принципе. Аккумулятор мотоциклетный. Соответственно у него есть теперь запуск с кнопки. Вот эта вот кнопка. Она запускает двигатель. Эта кнопка свет. У этой кнопки три положения. Одна выключена. Ближний и дальний. Ну здесь стоит простенькая фара. В идеале ее конечно поменять. Вот я сейчас ее включил. Она горит за счет того, что подключен аккумулятор. есть тормоз. Этот тормоз также можно использовать как стояночный тормоз. И газ за счет вот этого рычага. Не как у Бурана здесь лапа стоит, а рычаг наподобие сцепления или тормоза у мотоцикла. Вот такой вот двигатель. Бак я не помню сколько емкости. Тут наверное должно быть написано. Так, 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 так. Нет, не написано емкость. Но где-то в районе 8 литров бака. Бака хватает надолго. Двигатель экономичный. Четырехтактный. Вот. Что еще сказать. Гусеница здесь шириной 500 сантиметров. Соответственно это полметра. Или 50 сантиметров. 50 сантиметров. И длина гусеницы 2 метра. 828 сантиметров. Вот. Общая длина гусянки. Гусянка также наша, российская. Наверное, на Рыбинском заводе делают. Единственное, что двигатель здесь стоит. Китайский, да, лифан. Наверняка его здесь собирают китайские запчасти. Но двигатель проверен уже на многих техниках. Используется на болотоходах, на мотоблоках. Вес данной собачки 130 килограмм. Мотобоксировщика. Две лыжи стоят. То есть, это модуль. Сейчас я чуть-чуть прикрою крышку, чтобы было видно. Значит, здесь вот болты крепления модуля. В стандартной комплектации идет просто гусеничный корпус, двигатель, соответственно, и два усика для управления саней. Саней также покупаются дополнительно. И также покупается лыжный модуль. Дополнительно устанавливается модуль не быстросъемный. К примеру, вот здесь вот стоит на лыже свечка. С помощью нее можно снять лыжу и погрузить его куда-то в прицеп или еще. Модуль он не съемный. Чтобы его снять, нужно болты откручивать ключами. Как бы размер, наверное, даже, мне кажется, с обычной буран. Вес 130 килограмм. По скорости я ставил навигатор и замерял скорость по накатанной лыжне. Один с пустыми санями. Скорость 20 километров в час. Это не на полный газ. Еще остается где-то около 8-5 миллиметров хода рукояти. То есть еще можно добавить газ. Если посадить трех пассажиров, это около 250-280 килограмм весом. то скорость 16 километров в час. Крейсерская скорость. Причем также остается еще миллиметров 8 хода газа. То есть еще можно добавить. Что еще? Вариатор стоит уже в отличие от других мото-буксировщиков. Сейчас зайду с той стороны. или как их называют в народе мото-собак. Вариатор стоит сафари. То есть это бурановский вариатор. Очень надежный ремень. Очень. То есть вот он уже ходит и ремню ничего нет. Уже давно ходит. Пробег уже порядка 250 километров у него. То есть двигатель прошел обкатку. И можно снять ограничитель по газу. На карбюраторе стоит. Но мы не снимаем. Так как хватает мощности. Цепная передача. С ведущей на ведомую. Две звездочки на гусеницах спереди и сзади. Сзади поддерживающая направляющая. Спереди ведущая. Звездочка которая тянет. Обращает гусеницу. Собственно вот такая вот собачка. Сейчас я ее заведу. Покажу как она заводится. Закрою крышку. Все на свои места. Здесь вот есть управляющий. В который крышка должна попасть. Итак запуск двигателя. Это у нас кран топливный. Он сейчас в открытом положении. Это заслонка карбюратора. Закрыли. Кислорода меньше идет. Кнопка стоп двигатель. Она вот в таком положении выключена. Соответственно это запуск. После запуска надо заслонку перевести либо в среднее положение. Его там правда нет. Это уже опытным путем было понято. Либо ее полностью открыть. Вот он сейчас завелся. После наверное часов четырех. Стояние на морозе. Сейчас где-то минус десять градусов. Завелся без проблем. Точно так же он заводится с ручного стартера. Буквально с первого или со второго раза. Перед тем как ехать нужно немножко прогреть. Двигатель четырехтактный. Требует прогревки. И сразу после остановки глушить не стоит. Вот такая вот у нас собачка в хозяйстве. Ну в нашем семейном хозяйстве. Поэтому если обзор был вам полезен. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Следите за новыми видео. Ну а мы немножко покатаемся на нем. Продолжение следует. Пит-стоп. Да, и реверс. Большое дело. Еще я не сказал, что у него есть реверс. То есть, это есть коробка передач. Передняя, нейтральная и задняя. Это очень помогает для езды по лесу. Сейчас мы с вами прокатимся по лесу. Вот, к примеру, заехали. Включаем заднюю передачу. И выезжаем назад. Вот что такое задняя передача. И для чего она нужна. Без задней передачи замучился бы его выталкивать сейчас отсюда. От задней передачи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.